Благословен Господь, имей его да будет благословенно. Благодарение Богу за ваши молитвы и по молитве вашей я дарованной вам. Ну, да, звучит как-то чуть-чуть, но это не высокопарные слова, но слова здравого смысла, потому что мы с вами друг другу подарок на время странствования этого. И не только добродетельная жена дар от Господа, мы друг другу дар от Господа. Апостол Павел говорил, что по молитве вашей я буду дарован вам. Если Господь так свел нас на время странствования нашего на земном поприще вместе, мы с вами друг другу подарок. Мы должны друг другом дорожить и ценить, потому что за этот подарок, за каждого из вас заплачена очень большая цена. Кто-то есть против? Нет. Но я в памяти оставьте это, что мы друг другу подарок, дар от Господа, и друг другом дорожить надо. Я попытаюсь очень быстро рассказать то, что я вот как-то, ну, во время болезни, я должен сказать, что меня продавило здорово, во время болезни мне дано было видеть отчасти духовный мир. И вот я чуть-чуть о нем расскажу, хотя бы там как-то можно долго говорить, наверное, даже интересно подробно. Брат сегодня сказал, вот читал из Иакова, из 4 главы 14 стиха, я вот тоже это напомню, жизнь наша, являющаяся, а потом исчезающая, и между ними вот на малое время. И за это малое время, вот безрассудное детство, там, младенчество, вот, а вот за время, которое мы в здравом уме, в здравом смысле, надо много чего успеть. И я, естественно, напоминаю о том, что прежде всего мы говорим о плодах Духа, и надо успеть принести много плодов, потому что эти плоды нам очень необходимы. Мало того, что мы к Богу не можем прийти с пустыми руками, потому что так написано, не являйтесь перед лицом ее с пустыми руками, это нам необходимо. Я напомню, как один брат, наш брат, во вторник проповедовал и говорил, что вот я был нервный такой, я об этом исповедовал, и когда вот Бог меня вот спас, мне пришлось проявить кротость, и враг ничего не смог сделать. Оказывается, кротостью можно врага побеждать, вы слышите? Оказывается, вот эти плоды нам даны для того, чтобы вот наши брани, брани Господни вести. И эта брань никогда не прекращается. Я вот хочу как раз об этой брани сегодня немножко сказать для нашего общего назидания, потому что для меня это было очень полезно. Эта брань никогда не прекращается. И вот есть такое местописание, я сейчас словами сам скажу. А что говорю, то говорю, бодрствуйте, потому что дьявол ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. Мы понимаем, что в это малое время нужно бодрствование для того, чтобы принести плод, для того, чтобы устроять себя как дом духовный. И мы слышали, и я об этом тоже напоминал самому себе и вам, как в Неемии Бог, через пророка и Неемии Бог рассказывал, как велось о строительстве вот этого храмина, этих стен, что надо было и строить, надо было созидать, и в то же время сражаться, держать копьи и мечи. Об этом нужно нам тоже помнить. О том, что эта брань никогда не будет прекращаться, было еще сказано в самом начале человеческого бытия. Я читаю из третьей книги «Бытия». И сказал Господь змею, это 3 глава, 14 стих, пропускаю, и вражду положу, 15 стих, и вражду положу между тобою, между женою, и между семенем твоим, и между семенем ее. Оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пяту. Ефесянам, 6 глава, 12 стих. Потому что наша брань не против плоти и крови. Знаете, брань, которая никогда не прекращается. И написано против чего? Против духов злой поднебесной. Для этого примите все оружие Божие, дабы вы могли противостоять в день злый. И не сказано, что если вдруг кого-то случится, оказывается, этот день злый случится у каждого, потому что пророческий Бог сказал, будет время, ты будешь его поражать в голову, а этот змей будет поражать тебя в пяту. В восьмом псалме псалмопевец говорит, когда я взираю на небо и на луну, на звезды, что ты поставил, что есть человек, что ты помнишь его, и сын человеческий, что ты посещаешь его. Не много ты умолил ее пред ангелами, славой и честью, увенчал его, все положил под ноги его. И там перечисляется овец и волов, пятиц небесных, а также полевых зверей. Я как-то еще в той церкви говорил на эту тему. Мне это очень было важно самому понять. И, естественно, вот в таком азарте я пытался рассказать другим. Оказывается, в ноги наши, под ноги, все положил под ноги наши, в том числе полевых зверей. И этому полевому зверю, змею, о нем сказано, он был хитрее всех полевых зверей. Оказывается, Бог позволил, жалит семя жены в питу. И не сказано, что вот ты, вот ты, если ты поразишь его в голову, он тебя не поразит в питу. Нет, будет поражать в питу. И это брань. Ты его в голову, а он тебя в питу. И чего в питу? Для меня это так, оно как-то меня достало. Вот для меня стало, ну почему в питу? А потому что он под ноги наши положенный. Вот, вот, под ноги. В 8-м псалме вот только процитировали. Он положен нам, все положил под ноги его. Под ноги мои и под ноги ваши. И вот, лежа под нашими ногами, этот змей все-таки пытается сделать зло и ужалит нас в питу. А, Господи, а ты, что ты оставил нас вот это на поругание? Ты нас ничем не обеспечил? Для этого примите все оружие Божие, дабы вы могли противостоять день злы и все проделевшие устоять. Итак, припоясавши чресло вашей истиной, облегшись броню праведности, мы все знаем, броня праведности, это все понятно, и обувши ноги в готовность благовествовать мир. Оказывается, есть решение, оказывается, есть шанс, что когда будет жалить тебе питу, он не может, не сможет ужалить. Как? Надо обуться. И что интересно, вот когда, если человек едет в какую-то страну, то, чтобы узнать, что его там ждет, если он путешествовать мечтает по лесу, там в озерах, он может брать консультацию, и ему расскажут, как надо себя одеть, какие там звери, какие насекомые, какие пауки, или гады, или еще что-то, соответственно, этому одеться. Когда я ходил по лесу, мне предупреждали, Толик, вот здесь такие-то, такие-то пауки, такие клещи, нужно вот здесь шиворот завязать, чтобы клещ не влез, нужно обуться в высокую обувь, потому что гадина есть, гадюка может укусить, если ты наступишь ее. Оказывается, в духовном мире такая точная история. Вот Бог положил под ноги его, но дал ему возможность жалить. Но дал нам возможность, если ты хочешь избежать этого, у него есть право жалить тебя. И чего именно в пяту? Чтобы ты не ходил перед Богом. Написано о Енохе, написано о Ное, они ходили перед Богом. Так вот, человек, укушенный в пяту, он не может ходить перед Богом. Я читал историческую книгу, когда была вот монголо-татарская империя, вот Русь вся была занята, у них же не было там концлагерей, поля, вот они живут в фольк-юрте, и все вокруг, вот все. Они что делали пленникам? Они разрезали ему пятку, насыпали туда песка и забинтовывали. и следили, чтобы не разрезал. Пятка заживала, песок оставался там, ходить было невозможно. Ходили на цыпочках, невозможно ходить. Естественно, они никуда не могли убежать. Когда сатана ранит нас в пяту, он знает, что мы перед Богом не можем ходить. Ну, а сейчас вот обувши ноги в готовность благовествовать мир. И как бы больше ничего. Конкретнее, более подробно, написано в Висайе 52 главе, седьмым стихом. Как прекрасны на горах ноги благовестника, благовествующего мир, благовествующего радость, проповедующая спасение, говорящая Сиону, воцарился Бог твой. Итак, не забывайте, что мы друг другу подарок. И теперь человек, который обутый в эту обувь, который предлагает Бог, то есть, чтобы выступать на бронях Господних и быть успешным, и не потерпеть поражения, нужно, впрочем, к этим броням, к мечу, нужно и обуться обязательно. Иначе вам ни броня не поможет, ни меч не поможет. Почему? Потому что в питу будете ранены. Нужна обувь. И обувь, апостол Павел в послании Ефесянам говорит, что обувшие ноги в готовность благовествовать мир. И Бог, разъясняя это писание, апостол Павел разумел, что говорил, но вот нам, чтобы понятней было, читаем, когда Исаии, пророка Исаии 52 главу 7 стих, там подробнее объясняется, что же это такое. И так, прекрасные ноги на горах благовестника, возвещающего мир, благовествующая радость. Можно очень легко решить, обутый или босс. Обутый или у тебя есть шанс быть ужаленным сатаною. Обутый или у тебя есть шанс перестать переходить перед Богом. И если ты не обут, возможно, тебе давно уже ужалил сатана, и только дело времени твоей смерти. Дело времени. Это очень серьезно. «Возвещающего мир, благовествующая радость, проповедующая спасение, говорящего Сиону, воцарился Бог твой, говорящий Сиону, церкви, каждому друг другу». У моей жизни был такой человек, христианин хороший человек, но чтобы, ну вот, встречает человека, и человек ему говорит, я машину вот купил, вот такую, что-то, ну ты влетел, ну вот это да, ну пропал, вот это, а жена, да у тебя жена, ты дом купил, ну пролетел, ну вот это, и что бы ни говорил, и когда пообщался с этим человеком, ну человек вообще теряет мир, ничего у него, покоя лишается, и там пропал, и там пропал. Другой же человек, когда приходит, говорит, вау, успех у тебя, Бог так себя благословил, ничего, начало небольшого, и конец будет хороший, человек укрепляется, и благодарит Бога. А вот смотрите, благовествующая радость, проповедующая спасение, проповедующая спасение. В жизни, вот когда Христос ходил по этой земле, был случай такой, он с возмущением, с горечью говорил книжникам и фарисеям, горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что обходите море и сушу, дабы обратить хотя одного, и когда это случается, делайте его сыном гиенов, двое хуже ваш. О чем я говорю? Когда святой человек вдруг падает, вот босс им оказался, и его жалил сатана, то на удивление все, вот, ну, нет, неправильно сказал, не на удивление, а к радости, все начинают о нем молиться, вот переживают, а этот человек не кается, он перестал ходить в собрание, о нем родственники близкие молятся, и в конце концов, этот человек приходит в церковь, и находится боссый человек, говорит, кто ты такой, ты что сюда пришел вообще? Да я знаю твою историю, да я знаю твое прошлое, да я знаю, что ты такой-сякой, такая-сякая, и вообще, что ты сюда, нечестивец или нечестивая, пришла? Этот человек боссый, его, если не ужалил сатана, то непременно ужалит, если он не обуется, он не проповедует спасение Сиону, если ты видишь человека падшего, говори ему, жив Господь, твердыня твоя, он способен поднять тебя, он способен поднять, способен простить, он может, он хочет, он умеет это дело, дайте шанс ему, дайте ему шанс, проповедуйте спасение, и будете обутым, о, вы хвалитесь, вы слово Божье, вот, у меня меч духовный, у меня броня, я проповедую, я святой, я праведный, а босиком воюешь. К сожалению, среди христиан много босых людей, которые укоряют друг друга, ставя себя выше, а другого попирают, унижают, отлучают от любви и милости Божьей, напоминают ему грехи прошлые, только потому, что они не проповедуют спасение Сиону. Скажи, воцарился Бог, Бог царствует, вселенная тверда, у тебя ноги колеблются, нет, это неправда, Бог царствует, и потому вселенная тверда, твоя вселенная тверда, не поколеблется, ты в руках Божьей, говорите, говорите ему, в радость Сиону, тогда увидите, что вы обуты, тогда вас не сможет Бог жалить пяту, тогда будете ходить не перед людьми, а перед Богом. Я когда понял это, когда вот-вот на ложе болезни лежал, и до меня как-то это дошло, я ахнул, Господи, много раз был обутым, но слава Богу, что дошло, слава Богу, есть шанс, вот это малое время использовать, чтобы обуться, чтобы не укорить кого-то, какого-то святого, который был далеко, а потом вернулся. Помните, мы слышали о сыне блудным, которым вернулся. Оказывается, вот легко быть сыном, труднее быть братом. Он был сыном отца своего, но братом не захотел. Почему? А потому что он расточил свое имение, а еще сюда вернулся. И, кстати, там отец ему, вот этому возвращенному сыну, сказал, лучшую одежду, перстень на руку, и что еще? Обувь, обувь, это непременная часть нашей повседневной одежды. Как праведность, чистая одежда, мы говорим, я праведен во Христе, дай шанс другому, скажи, ты праведен во Христе? Нет, вот, вот ты, не, я согрешил, это неправда, я тебя обманул, сатана, неправда, ты праведный, ты чистый, ты святой в Боге, проповедуйте это Сиону. И это будет, это будет свидетельством того, что вы не боссы, будет свидетельством того, что вы вот этой экупировке полностью, и вы можете тогда разить этого змея в голову. Друзья мои, позаботьтесь об этом, позаботьтесь об этом, чтобы не быть боссом, прекратите укорять тех, которые пал, но поднялся, даже прекратите укорять того, кто пал и не поднимается, скажите, что жив Господь, проповедуйте Сиону в радость, проповедуйте ему спасение, непременно Бог даст спасение, непременно восстановит, а когда Бог восстанавливает, не ревнуйте, что он стал лучшим, чем вы. Не ревнуйте. Это будет свидетельством того, что наше брание будет проходить успешно. Не обманывайте себя. Если вы изучаете Слово, если вы владеете им, если вы исповедуете, это меч духовный, если исповедуете и признаете, и верите в свою праведность через кровь Иисуса Христа, дайте этот шанс и ближнему. Потому что этот ближний подарок ваш, через него Бог испытает тебя и меня. Как ты можешь исполнять вот эту заповедь, проповедовать, возвещать мир, благовествовать радость, проповедовать спасение, говорить сиону, говорить сиону, воцарился Бог твой. Это очень серьезно, друзья. На это короткое, малое время, когда появляется наша жизнь и исчезает, на короткое время нам дан шанс поражать сатану в голову. Но мы не преуспеем, если будем ходить боссы. Да да, с Господом и дальше размышлять об этом, ревновать об этом, бодрствовать, потому что сатана ходит, как рыкущий лев, ища кого поглотить. И знаете, помните, мы никогда не сможем вот в абсолютной безопасности, беззаботности выращивать наши плоды. Невозможно. Нам никто не даст тепличные условия, как растение мимоза в ботаническом саду. Никто нам не даст такой возможности. Ты будешь выращивать свой плод и держать меч и копье, и при том обувше ноги свои. Позаботьтесь, если вы кого-то укоряли, если вы кого-то пренебрегали, если вы кого-то лишали вот своими речами, своими мыслями, своими разговорами, шанса на радость, на мир, на спасение, покайтесь, и Бог вам воздаст за ваше смирение, за вашу кротость. Ну, на этих словах я хочу закончить. Мы встанем, будем молиться. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Егорова